Итак, и подобным же образом и ожидаемое зло производит... Да, присутствующее благо приводит к удовольствию. Подобным же образом ожидаемое зло приводит в страх, а присутствующая печаль. Должен иметь в виду, что говоря здесь о благо, мы сказали как о действительном благо, так и о кажущемся. Подобным же образом и о зле. Потому что есть то же зло, которое кажется злом, на самом деле, добро. Ну, к примеру, страдание может быть добром, хотя кажется для нас злом. Например, касательно, например, гражданских переворотов, великих войн, так? Например, добро или зло война. Она является злом для развязавших войну, так? В прямом смысле злом, так? Для тех же, кто подпал по действиям войны, она может быть злом, а может и не быть злом, в зависимости от их к ней отношения. Понятно? В каком смысле? Если человек во время войны озлобляется и ненавидит, значит война становится для него злом в прямом смысле этого слова. Если человек понимает, что война послана ему и его народу за грехи, и он раскаивается в грехах своих, так? Как это было, помните, во время Великой Отечественной войны? Вот. То для него это не зло, а добро, понимаете? Ну, как и страдания. В чем вопрос-то? В чем там вопрос у вас? Или не по сути? А, вот. Просто если по сути вопрос задавайте, то, что тема достаточно такая тяжелая, а тут надо разобраться, понимаете, да, чтобы уметь в себе разобраться. Кто мы такие, откуда мы взялись, как мы, как мы, какие у нас свойства. Итак, дальше теперь, что касается вот этих сил. Как у нас происходят мыслительные способности? Мыслительные способности свойственны суждения и одобрения, и устремления к деяниям, и уклонения бегства от дел, особенно же помышления об умопостигаемом, и добродетели, и науке, и основания искусств, и советы, и свободный выбор. Именно эта мыслительная способность предсказывает нам будущее через сновидение. А способность, чтобы их гореть вслед за ее время, называют единственным истинным прорицанием. А органом ее служит средняя полость головного мозга, находящаяся в ней жизненный дух. Здесь Святой Иоанн говорит так, что вот есть мыслительная способность, высшая способность души, да, которая проявляется, видишь, через что? Суждение. Это обязательно проявление способности мыслительной. Суждение. Уметь судить об каком-то предмете, оценивать его. Видите, очень важно, важный момент. Дело в том, что некоторые говорят, думают, что мы должны избавиться не только от осуждения, да, но и от суждения. Но это неправильно. То есть мы должны, если мы попытаемся избавиться от возможности, от оценивания окружающего мира, мы таким образом разрушим свою высшую способность, понимаете? Видите, да, как раз такой момент важный? Ваша задача не разрушить его, а направить правильно. Как было направлено суждение у нашего человека до грехопадения? Действительно, я сейчас такое несколько отступлений в сторону сделаю, и несколько слов скажу об том, что все эти способности, о которых мы говорим, они имеют три формы существования. Три. В изначальном виде, естественном виде. Так? В противоестественном виде. И сверхъестественном виде. В естественном виде способности души проявляются у кого? У животных? Нет. У них нет разумной души. А? У человека до грехопадения. Вот это естественные способности души. Естественное состояние души, а оно, как и тело, это состояние до грехопадения. Почему естественное? Нормальное то что? Нормальным то является то, как создал Бог, да, человек? Вот. Есть состояние после падения греха, вот в нашем состоянии, так? Это состояние болезни. Это болезненное состояние, оно является противоестественным. А есть сверхъестественное, которое дано искуплением. И оно дано тем людям, которые получили тайное посвящение, получили тайную силу и едят тайную пищу. Вы иногда догадываетесь, да, о чем идет речь? Тайное посвящение – это крещение. Тайная сила – это мир помазания. Тайная пища – это причастие. Поэтому таинствами, да, все называется? Таинство – крещение, таинство мир помазания и таинство причастия. Почему это? Говорю так необычным языком, потому что мыслишка у нас отношение к таинствам получает не как к таинствам, а как к обрядам, понимаете, бессмысленным. На самом деле это передача неких тайных сил Бога, тайных особой сил Бога, которые поднимают и меняют все свойства души и ставят их на свое место. Вот. Итак, и когда мы говорим об человеке до грехопадения, он тоже должен судить. То есть это отличать добро от зла, так? Вот. И мы можем и должны судить, отличая добро от зла. Потому что Бог говорит в книге Пророка Исхая, проклят человек, который добро называет злом, зло называет добром. Кто сладкое называет горьким, горькое называет сладким. Кто черное называет белым, белое называет черным. То есть, вот, это очень важный принцип. Попытка отказаться от этого принципа, она приводит к гибели души. А человек, если так мыслит, и умирает с этого возраста? Если он не хочет, что? Если с этой мыслью он умирает, он погибает. Он погибает по клятии Божия. Ну, а как спастись? Прекратить. Добро называть добрум, зло называть злом. Понимаете? Ой, ну вот если человек, как работал в мудрости? По критериям, по слову Божию, как вот оценить все словом Божиим. Итак, то есть оценить все поступки, да, словом Божиим. То есть, видите, я к чему опять введу? К тому, что у нас, вот, касательно мыслительной способности, существует такой предрассудок. То есть, неправильная мысль принимаем до рассуждения. Что лучше нам на всякий случай не только не осуждать, но и не судить. В том смысле не оценить поступки. Но если мы не будем оценить поступки, в первую очередь свои, да, да и других людей, которые нас во что-то пытаются тянуть, мы гарантированно, что сделаем? Погибнем. Вот, попытка людей ввести бездумное подслушание, она противоречит священному писанию и наследистых отцов. Потому что, вот, например, вот вопрос такой, как вы думаете, зачем Антоний Великий говорил, что монах должен даже там на количество капель воды, которую он выпьет, взять благословение? Знаете, зачем? Для того, чтобы монах, опять-таки, его разум отвлечь максимально от вот этих жизненных забот. Вот, понимаете? Задача подслушания, опять, та же самая, прямая противоположность йоги, да? Если йог или оккультист пытается своим телом управлять, то, при помощи разума, то тут происходит наоборот. Человек полностью высвобождает свой разум от заботы за тело, понимаете? Понятная задача какая, да? Зачем нужно подслушание? Чтобы человек не думал, например, о распорядке дня. Понимаете? Зачем нужно там, чтобы человек не думал, что ему одеваться, что ему есть, что пить, чтобы у него разум был полностью свободен от этих забот? Для чего? Для того, чтобы... Не просто молитва. Дело в том, что отцы не только молитвой занимались. Молитва – это высшая форма деятельности души, так? Но кроме этого, есть еще богопознание. Есть богопознание и богопознание. Эти вещи, они являются высшим проявлением мыслительной способности души, так? И именно для них высвобождается разум. Понятно? Поэтому послушание означает именно в этом – высвободить разум для того, чтобы он полностью в это ушел. Именно поэтому, например, послушание, оно касалось только исключительно внешних дел. Но никогда монахам не говорилось просто так. Делают так и все. Точка. Нет. Если мы возьмем огромное море с итакической письменностью, монашеской, оно возникло именно потому, что старцы объясняли, основываясь на Слове Божьем, самые тонкости движения души. Понимаете? Вот. Наше представление послушания, что за тебя тебе будет просто говорить, ты будешь как робот выполнять, это на самом деле подход, который разрушит твою душу. Понимаете, да, почему? То есть вместо того, чтобы разум развивать, как делали святые, так? За разумом он убивается. А это противоположно Слову Божию. Потому что мы научены убивать не нашу природу, а то, что на природе паразитирует. На что паразитирует? Грех. Так. Теперь. Итак, способность души. Видите, какие есть мыслительные способности? Мысли она может, может даже, видите, как говорит Святой Иоанн Маслин, может даже предвидеть будущее через сновидение. Вот сейчас спрашивают, откуда иногда в сновидениях я заранее знаю, что со мной произойдет. Вот такое явление, да? Ну, был такой пример. И пример много, на самом деле, замечено и описано в литературе. Когда человек там спит, ему во сне снится, что он в Париже во время французской революции, и вот там долгий сюжет закручивается, да, концом которого является то, что он попадает на дилеатину. И человек просыпается от того, что ему на шею падает книжный полк. То есть, как аналог этого. Да. Вопрос к человеку следующим. Дело в том, что человек не видел, то есть, получается, обратная причина. Человек как бы предвидит будущее, которое как бы для него совершенно неочевидно было. Вот это некое предвидение будущего, которое свойственное человеческой душе. А оно связано с тем, что человеческая душа, она причастна миру умопостигаемому, то есть, миру духовному. Так? И в некотором смысле она может подниматься над обычным временным потоком. Не жить над временем, как живет Бог, так? А приподниматься над ним, как приподнимаются различные духовные существа. Понятно? Снам верить не должно. Потому что сон – это время, когда мысли не контролируют сама себя, она не сдерживается от себя. И именно в это время, на самом деле, человек открыт для разных духовных воздействий. Духовные воздействия бывают, знаете, разные. Да. Бывают сны, конечно, над Богом, мы их знаем. А сейчас бывают сны? Ну, опять же, как пророчество любое. Свету один был обман сном, да? Да, обман сном очень часто бывает. И Писание предостерегает нас от веры с нам. Потому что действительно крайне опасная вещь в этом смысле. Но здесь нужно помнить, что сны бывают, сны от Бога, их главная проверка какая? Что от них рождается покаянное чувство. Если покаянное чувство не рождается, то это сон не от Бога. А если покаянное чувство рождается, приводит к отчаянию, то это сон тоже не от Бога. Понятно, да? Итак. А вот неразумные, вот, да, я там говорила, неразумные свойства души. А это уже разумные? Да, я сейчас, я хочу пойти с хозяином все это начать, да? Высшей частью души, хозяином души является мыслительная способность, так? Вот. И эта мыслительная способность, она в нормальной ситуации, от нее идет искусство, да, способность к искусствам, способность к творчеству, способность к уклоняться от зла, исследовать добру, да, способность сделать выбор, сделать совет, отсюда добродетель, добродетель, и все это коренится именно вот в этом мыслительной способности души. Вот. Но, дело в том, что сама по себе мыслительная способность души, она может вырабатывать некоторую информацию, но, и именно поэтому, да, обладает способность творчества. Но при этом, чтобы эта информация была объективна, необходимо, чтобы душа человека находилась в состоянии единства с умом Бога, с великим мирородным умом, как говорит Григорий Богослов. И вот в нормальном, естественном состоянии человеческий разум, он как функционирует? Он, созерцая, он находится в состоянии созерцания Бога, он видит Бога, и Бог непосредственно начертает свои, свое откровение на ум человека. Это вот нормальное состояние человеческого ума. Понятно, да? Вот. Которое было, собственно, водами, и не только водами, даже после грехопадения некоторые правильники, они его получали. Собственно, это как в Библии возникло, знаете? Откуда, каким образом пороки получали откровение? Ну, понятно, Дух Сынды, понятно. А как это проявлялось? Ну, вдруг, кто-то тебя вырвает сверху. Нет, когда он дело открывает, понятно, да? Когда, дело в том, что, как происходило? Дело в том, что Святой Васильевский говорит, что Бог действует как? Когда ум человека очистен, и сердце не охвачено кипением страстей, то есть, когда страсти стоят на своем месте, то есть, эти способности гнева и вожделения, о котором мы говорили, покорены умом, как и должно быть. Тогда, и когда человек, его ум очищен богообщением, молитвой, то есть, то Бог неизвеченным образом начертывает на уме некие знания, которые ум обрабатывает слова. Поняли? Бог не слова вкладывает, а знания. Понятно? По нашему информации. А в слова облекает ее уже наш ум. Получается, такое сотрудничество человеку и Бога. Но Бог следит за тем, чтобы никакой ошибки передачи не было. Понятно? Именно поэтому мы знаем, что в слое Божьем нет никаких ошибок. Понимаете? Оно непогрешимо, безошибочно. В силу того, чтобы Бог следит, чтобы разум человек адекватно и точно передал откровение Божие. Но в силу того, что разум у человека различен, потому что различное образование у людей, склад характера, склад определенного мышления различного. Поэтому и по стилю священный текст они отличаются, если заметить. Но там бывает один стиль у Амоса, который пастух, а вот другой стиль, например, у Исаии, которая была великой великий поэтом царедворцем. В третьем стиле у царя Давида, книга псалмов, потрясающий совершенно текст, который удивительно красиво написан. Или, например, очень простой Иван Грят Марк, который написан очень простым языком. То есть, видите, самые различные стили, но во всех случаях идет речь об откровении Божьем. А последующие скажи, когда люди искажают текст, не сам написавший пророк юнгериста, а последующие люди искажают... А Дух Святой следит за текстами, если он искажает Дух в основной текст, и все. У меня даже террористиктант искажающий от Водоней. Дух Святой в основной текст в церкви, естественно, а не где-то и на месте. Итак, и вот эта мыслительная способность души человека, так, она страдает своим вот в нормальном состоянии, я вам сказал, да, в этом состоянии мыслительная способность проста и безвидна, как говорится, это я отцы. Что значит проста и безвидна? То есть, человек, человеческий ум, он так не циклится на себе, он на себя, он как бы себя не рассматривает, так, он смотрит на Бога. И смотря на Бога, он поэтому просто, он безвиден, он точно на себя не смотрит, так. И в нем нет процесса фантазирования. Вы знаете, наверное, что главная болезнь человеческой мыслительной способности души, болезнь называется фантазией. Что такое фантазия? Фантазия это измышление то, чего нет. И наделение им, тем, чего нет, окружающим миром. Здесь я должен различить. Можно, может быть, есть, что не является фантазией. Можно мысли о том, чего нет, но будет. Но эта фантазия не будет. Понимаете, да? Ну, к примеру, я ставлю чайник на плиту и знаю, что он закипит. Это мой ум знает то, чего еще нет. Но будет, так? Это не является фантазией. Я знаю, что будет страшный суд. Я могу себе представить, так? Я могу нарисовать в голове образ будущего страшного суда. Вот. Это, но это не будет фантазией. Почему? Потому что я рисую то, что будет. Но я могу нарисовать свою фантазию, я могу нарисовать образ того, чего нет и приписать это окружающему миру. Например, так, к примеру, сказать, что теща это просто крокодил, а не человек. Понимаете, да? Теща там и вот, приписывание человеку, которому мне не нравится отрицательных черт. Или наоборот, которых у него нет. Или напротив, приписывание человеку, которому мне нравится положительный черт, которого в нем тоже нет. Понимаете? Вот это... Ну, к примеру, сказать, что там Григорий Распутин, он великий и святой был, и так далее. Это, например, фантазирование, то есть приписывание человеку то, чего у него нет. Вот. Вот это, например, такое, именно приписывание. Это не важно, касается не святости, греха, это чего угодно. Это именно приписывание миру, любому существу, окружающему нас, то, чего нет. И, в первую очередь, касается не только существ вокруг нас, но фантазия начинается на самом деле не с мнения о мнении о окружающем мире, а с мнения о себе самом. Вот поэтому святые отцы говорят, что одна из главных болезней человека это мнение. В каком смысле мнение? Мнение, как таковое, это естественное состояние человека. Человек создает свое мнение о чем угодно. Вот. Но, чем отличает эта способность создавать представление о чем угодно от греховного мнения. Греховное мнение это когда я свое представление не сообразую с реальностью, так? А наоборот говорю, что реальность такова, как я думаю. Помните, как Дейзер сказал, когда ему показали, что ваша теория противоречит фактам? Он сказал, что тем хуже для фактов. Вот это, как раз, логика мнения, понимаете? Я так сказал, поэтому так и есть. И не надо греховное мнение с вашими доказательствами, понимаете? Это верно. Да, это как раз то самое бесовское мнение, которое разлагает человек. Здесь нужно сказать так, что если в изначальном состоянии человека ум человека был открыт для Бога, и Бог обогащал человека чеческий ум и знанием, и человек сотрудничал с Богом, будучи простым, бесстрастным и неподвластным движением страстей, то есть неразумной души не действовал наверх так, неразумный послушный разум, что у нас было? Вспоминаем. Гневательная и разделивательная часть, так? Желательная и разделивательная часть. Вот эти силы не действовали на разум, а разум действовал на них. Понятно? Это нормальное состояние человека. Примеры, думаю, понятны. Я разрешал гневы, я могу разрешить гнев, когда мне должно, когда согласно с истиной должно гневаться. Я могу не гневаться, когда согласно с истиной должно не гневаться. Я могу вожделеть и хотеть чего-то, когда это должное согласно со стены могу не вожделеть и не хотеть чего-то, когда это не согласно со стены заметьте опять мы с вами вспоминаем, что никакая часть природы человека в христианстве не должна быть утрачена утрачиваются только те растения как сказал Господь, которые не отец моего небеса насадил какие растения не посажены отцом? ну-ка отвечайте грехи, греховные привычки, страсти, да? вот, это и есть растения не посажены отцом а все свойства человека должны быть сохранены и исцелены понятно, да? как должен быть исцелен ум? он должен действовать всегда по-божьему